Животные проявляют всю свою свирепость и ярость, если нужно защитить себя, своих сородичей или если им нужна пища. Сегодня вы увидите как раз такие невероятные случаи. В этом выпуске вы увидите, как лев напал на медвежонка и поплатился, а также узнаете, на что способны другие крупнейшие и сильнейшие хищники планеты в деле. Лев напал на медвежонка. Только посмотрите, это животное сочетает в себе абсолютно все. Мощь и элегантность, хладнокровие и феноменальную ловкость, прыгучесть и скорость. Пума, кугуар или горный лев – все это название одного хищника, яркого представителя семейства кошачьих. Для начала давайте посмотрим на эти кадры. Сначала горный лев нападает на медвежонка. Завязывается схватка, кот настроен слишком решительно. Заметно, что медвежонок чувствует себя неуверенно, но все равно дает отпор. Спустя какое-то время в игру вступает зверь побольше. Конечно, медведь недоволен тем, как обошлись с медвежонком, поэтому он показывает наглой кошке, кто в этих местах главный. Тем более, что и по силе преимущество на стороне медведя. Впрочем, горный лев может обыграть косолапого в скорости и ловкости. Пума или горный лев – это исконный обитатель американского континента. Из названия понятно, что горный лев предпочитает гористую, а также каменистую местность, однако порой встречается и в лесах. В поисках добычи эта большая грозная кошка способна преодолевать довольно большие расстояния. Объектом охоты могут быть самые разнообразные животные. От мышей, белок и кроликов до койотов, рысей и других пум. А теперь давайте перейдем к истинному царю зверей, обитателю африканской саванны. Хищнику, который находится на вершине пищевой цепочки и который способен справиться практически с любым противником. Этот леопард, наконец, нашел место, откуда хорошо видно окрестные территории. Убедившись, что все вокруг спокойно, он положил голову на лапы и задремал. Но кажется, это было досадной ошибкой. Ужасная ошибка. Потому что к леопарду прямиком направился лев. Он не сводил глаз с пятнистого кота. Даже когда царь зверей подошел к леопарду вплотную, тот продолжал мирно спать. Он резко пробудился лишь во время прыжка льва. Осознав, с кем он имеет дело, леопард не стал полагаться на случай и скорее убежал. Правильно сделал, ведь масса тела льва варьируется примерно от 120 до 250 килограмм. А вес взрослого леопарда составляет лишь 32-75 килограмм. Львицы напали на крокодила. Три львицы устроили разборки с крокодилом в национальном заповеднике Самбуру в Кении. Сначала лишь одна из львиц пыталась высказать свою позицию. Ей не понравилось, что крокодил приблизился к их добыче слишком близко. Потом к ней присоединились еще две большие кошки. Трое на одного. Возможно, такое объяснение было бы более доступным для рептилии. Видео оборвалось на самом интересном моменте, но скорее всего крокодилу пришлось скорее отступать, хотя защищался он достойно. К слову, в Прайде основную роль в выживании играют самки. Они не только воспитывают потомство, но и охотятся. Вот и здесь им явно не хотелось, чтобы кто-то отобрал у них обед. А теперь предлагаю посмотреть, на что способны не менее грозные обитатели леса – медведи. В Йеллоустонском национальном парке, который находится в США, турист Майкл Даус снял на видео смертельную борьбу медведя и молодого бизона. Сначала парнокопытная яростно атакует косолапого хищника, но через некоторое время медведь берет реванш. Ему удается напасть на бизона сзади. Этот момент и становится решающим в схватке. Медведь изматывает свою жертву и потом тащит ее в водоем, где окончательно с ней расправляется. Битва медведя и кабана Группа туристов, которая ехала по дороге в штате Теннесси, неожиданно для себя стала свидетелем жесткой битвы. Черный медведь буквально впивался в шею дикой свиньи. По словам очевидцев, схватка длилась почти 10 минут. За это время животные истощились, но медведь сдаваться не хотел. Он оставил свинью парализованной в канаве с мутной водой, в то время как сам победоносно направился на вершину склона. Черные медведи, или барибалы, как их еще называют, обитают по всему североамериканскому континенту. Взрослые особи могут весить от 45 до 300 килограммов и даже больше. Львы против львиц Группа из пяти львиц и семи детенышей отдыхает возле реки после плотного обеда. К ним незаметно подходит парочка самцов. Они моментально бросаются в атаку, пытаясь прогнать самок с территории и отобрать их добычу. Завязывается драка, но силы в ней не равны. Голодные и сильные львы побеждают, и дамам ничего не остается, кроме как уйти прочь. Львы против антилопы Здесь львица, приметив неплохую добычу, стремительно набрасывается на антилопу топии. Вскоре антилопу уже окружает целый прайд. Столько хищников против одного загнанного в ловушку животного. Думаю, и без слов понятно, чем все это заканчивается. А это новый способ охоты львов. Посмотрите, лев медленно идет по дороге, по которой проходят автомобильные экскурсии. На тот момент там достаточно много машин, но льва это совершенно не смущает. Наоборот, ему это на руку. Из-за шума моторов и запахов выхлопных газов, антилопы не слышат и не чувствуют хищников, которые прячутся среди машин. Вот и этот лев рванул к обочине, откуда вышла антилопа. Она не успела опомниться, как лев уже вцепился в задние лапы, а затем запрыгнул ей на спину. Уже вскоре антилопа лежала поверженной. Медведь против тигра В индийском заповеднике Тодоба-Андхари сошлись два крупных зверя – бенгальский тигр и медведь-губач. Тигр отдыхал у озера, как вдруг бросился в кусты. Оказывается, там находился медведь-губач. Послышалось рычание и завязалась драка. Животные перебрались на открытое пространство. Тигр вцепился зубами в медведя, и исход схватки вроде бы решен. Но пятнистый хищник устал. Медведь, желая отыграться, бросился вперед за тигром. В итоге животные разошлись на ничьей. Губач – медведь со своеобразным внешним видом. Своему видовому названию медведь обязан чрезвычайно подвижным губам, способным вытягиваться в подобие трубки. Он является практически всеядным. Губач предпочитает термитов и муравьев, но не откажется от растительной пищи. Обитает он в тропических и субтропических горных лесах Индии, Бангладеш, Бутана, Непала и Шри-Ланки, вплоть до Гималайских гор. Теперь переместимся в индийский национальный парк Рандхамбор. Здесь медведь-губач продемонстрировал свой грозный нрав двум тиграм, которые рискнули приблизиться к нему. Все в курсе, какая обычно лучшая защита? Самая лучшая защита – это нападение. Верно, нападение. Вспомнив об этой тактике, медведь-губач встал на задние лапы. Мы ответим террором на террор. Хищные кошки по-настоящему испугались, поэтому медведь воспользовался моментом и покинул поляну. Кстати, длина губачей в среднем достигает 170 сантиметров, а масса тела варьируется от 90 до 140 килограмм. Медведь против медведя В канадской провинции Британская Колумбия медведи устроили разборки прямо на шоссе. Звери сначала грозно рычали друг на друга, а затем встали на задние лапы и начали сражаться. Конечно, тот, что побольше, показал другому, кто тут главный, но и тот держался достойно. На заднем плане, кстати, можно разглядеть волка. Он не решился приблизиться к двум дерущимся гигантам и наблюдал за конфликтом издалека. В Финляндии фотограф дикой природы запечатлел на видео ожесточенную схватку двух бурых медведей. По словам автора видео, с такого близкого расстояния ему удалось снять из специального укрытия. Вот двое животных появились на поляне, и между животными вспыхнула ярая драка. Они начали наносить друг другу мощные удары и впиваться острыми клыками. Скорее всего, медведи пытаются разобраться, кто из них главнее. Один из животных явно старше и опытнее второго, которая, вероятно, попыталась оспорить господство. Действительно, кому, как не медведям, царствовать в лесах? Ведь они очень умные, массивные, сильные, выносливые и хитрые. Размеры бурого медведя различаются в зависимости от пола, возраста и региона обитания. Можно сказать, чем севернее медведь, тем его размеры больше. Самые крупные из бурых медведей живут на Аляске. Медведь против стаи волков Эти кадры были сняты в Йеллоустонском национальном парке в его северо-восточной части. Эта прекрасная широкая равнина считается главным местом, где чаще всего можно наблюдать за волками. Здесь также можно увидеть бизонов, койотов, медведей-гризли и других животных. Итак, вечер в долине Ламар был спокойным. Стая волков отдыхала после удачной охоты. Вечер так бы и прошел, если бы не одно косолапое но. Дело в том, что неподалеку от волчьей стаи Джаншкнбад, в которой, кстати, было не менее 20 взрослых особей, прогуливался медведь-гризли. Косолапый, конечно же, учуял запах чужой добычи и не хотел упускать такой прекрасной возможности сытно поужинать. Он решительно двинулся в сторону волков. Сейчас, наверное, должна начаться битва века, правда? И наверняка медведь одолеет всех. Тем более, что гризли – крупнейший наземный хищник Северной Америки. Что ж, смотрите сами. Мощная стая из двух десятков волков окружила косолапого хищника в попытке отогнать его от своей законной добычи. Хоть эта стая достаточно сильна, чтобы одолеть даже бизона, крупнейшего зверя на всем континенте, поспорить с медведем у них не получилось. Лев не справился с буйволами. Посетителям национального парка Крюгера в ЮАР удалось запечатлеть невероятно редкую сцену из жизни дикой природы. Ее участниками стали новорожденный теленок буйвола, его мама, а также целых две больших кошки – лев и леопард. Последние как раз нацеливались на слабое и беззащитное животное – теленка буйвола. Леопард притаился в кустах и явно планировал резко напасть, но материнский инстинкт – сильная штука. Буйволица прогнала пятнистого хищника, и в это время за ней и ее детенышем следовал лев, который еще не терял надежды, хотя одного хищника уже прогнали. Буйволица, не раздумывая, побежала прямо на хищника, и тот был вынужден отступить. Спустя некоторое время лев снова преследовал теленка и его мать. Очевидцам не удалось узнать исход погони, однако мы увидели, что атака царя зверей не удалась, хоть он и очень старался. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какая битва впечатлила вас больше всего, и спасибо вам большое за просмотр.